Талантливый человек талантлив во всем. Эта фраза замечательно описывает Суменкула Чукморова. Помимо того, что он являлся выдающимся киноактером, он также был народным художником Киргизской ССР. Чукморов написал около 400 картин, часть из которых хранится в Национальном музее изобразительных искусств. Картины Суменкула Чукморова хранили у себя японский режиссер Акира Курасава, актер Тасиромифуни, Борис Ельцин и председатель Олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. А ведь увлечение живописи у Чукморова началось неожиданно. После пятого класса он тяжело заболел и почти полтора года был прикован к постели. Чтобы отвлечься, юный Суменкул стал перерисовывать картинки из книг. Затем и вовсе окончил Фрунзенское художественное училище, Ленинградский институт живописи. В принципе, он мог бы остановиться на карьере художника. Но судьба распорядилась так, что не имея профессионального образования, видный и харизматичный Суменкул получает главную роль в фильме «Выстрел на перевале Караж». И с этого момента начинается его звездная карьера. Ты меня хочешь превратить в вора? Меня, Бахтыгула? Чукморов – единственный во всем Советском Союзе актер, который аж четырежды был удостоен диплома на фестивалях за лучшую роль. Его киногерои были абсолютно разноплановыми. Чукморов играл и исторических персонажей, и современных. А также несколько раз снимался в экранизациях произведения Айтматова. Профессор кафедры кино Каридин Акматалиев совершенно случайно оказался на съемочной площадке фильма «Красное яблоко», в котором Чукморов играл главную роль. Прошло более 40 лет, но Акматалиев прекрасно помнит эти съемки. Мы приготовились, яблоко, значит, он показывает, я у него отрываю, и вдруг я слежу. Этот большой кулак, сумморкула приближается к моей челюсти, и как только вот это дело коснулось, ну, это был хороший такой трюк, наверное. И я лечу кувырком, падаю в эту лужу вместе с этим своим мольбертом, потом поворачиваюсь, и, в общем, думаю, на восьмом дубле уже режиссер-постановщик был доволен. Суменкул Чукморов был настоящим бойцом, но пути к славе ему пришлось преодолеть многое. Чукморов родился без одной почки, а вторая была деформированной. У него даже отнимались ноги, но благодаря силе воли и трудолюбию он стал мастером спорта по волейболу. В фильмах Чукморов выполнял все трюки сам. Во время съемок фильма «Мужчины без женщин» актер сорвался и упал, в результате чего случилось внутрипочечное кровоизлияние. Заменить актера оказалось неким, и съемочная группа ждала Чукморова несколько месяцев и дождалась. Артисту достоился диплома за лучшую мужскую роль. Родился Суменкул Чукморов в селе Чонташ. Теперь оно названо в его честь. Там живут братья Чукморова. Вся их семья была спортивной и творческой. Отец был знаменитым кокбаристом. Многие из детей добились успехов в волейболе, футболе и искусстве. Сейчас из 11 детей в их семье живы только трое. Показывали хорошо фильм Брежневу. А Брежнев смотрит, тоже спрашивает, кто он такой, что есть заслуга или нет. А я сказал, никакой заслуги нет. Вот недавно такую заслуженную дали, то сюда народу еще нет, киргизской эстерии в смысле. А потом говорит, давайте, я завтра улетаю, со мной документы отправляйте. И поехал представитель из кинематографии, в следующий день с Брежнева летал туда, и Брежнев сразу делал указ. Много работая, Чукморов добился признания во многих странах не только СССР, но и всего мира. Последние годы актеру приходилось проходить постоянные курсы лечения. Но болезнь взяла свое. В 1992 году Сумен Кулчукморов скончался, не дожив до 53-летия, чуть больше месяца. За свою короткую жизнь этот человек сделал так много, что его имя будет звучать еще долгие годы. А кинообразы и картины останутся как образец богатого духовного наследия киргизского народа.